Добрый вечер! Вы смотрите на телеканале ЛРТ Плюс программа Топлот Галли. Я Лариса Кириллова и, как всегда, в это время мы обсуждаем события, которые актуальны как для нашей страны, так и, в частности, для нашего города. И говорить сегодня будем опять об образовании, о том, что сегодня происходит в этой, наверное, одной из главных систем нашего государства и что ожидает в будущем система латвийского образования. И говорить мы сегодня об этом будем с депутатом Макждалговского самоуправления, директором Викингской основной школы Алексеем Москвевичем. Добрый вечер, Алексей! Добрый вечер! Но по традиции начинаем программу с обзора новостей. Правительство одобрило выдачу государственного займа в размере 5 миллионов евро Резокнинской городской думы для достижения финансовой стабилизации. Правда, финансирование Резокна получит только при выполнении целого ряда условий. Дума должна будет ежеквартально отчитываться перед комиссией Сейма по бюджету и финансам. В свою очередь, Министерство финансов будет осуществлять надзор за тем, чтобы Резокнинское самоуправление и все его учреждения осуществляли платежи только через счета, открытые в госкассе. Также муниципалитет должен будет отчитываться о всех просроченных платежах каждый месяц до 10 числа следующего месяца. Как заявила на заседании правительства глававора Инга Берзани, речь о распуске думы пока не идет, и она может зайти только в случае, если самоуправление перестанет выполнять свои основные функции. Премьер-министр Эвика Силани охарактеризовала принятое решение о выделении госзайма как шанс для Резокны и подчеркнула, что местная власть должна взять на себя ответственность за финансовую ситуацию, в которой город оказался и чтобы город начал исправлять ошибки уже сегодня. Бюджетная комиссия Сейма поддержала изменения в законах, упрощающие переаккредитацию ипотеки. До сих пор плата за переход из одного банка в другой могла достигать до 2,5% от суммы кредита. А теперь, если вы решите перейти к другому кредитору, больше не придется платить комиссию за повторное кредитование. Также больше не нужно будет получать согласие существующего кредитора, и весь процесс можно будет реализовать удаленно. Также планируется, что оба кредитора, существующие и новые, будут обмениваться информацией друг с другом, но существующий кредитор будет иметь возможность придержать, так сказать, заемщика и сделать ему более выгодное предложение в течение 10 рабочих дней. Планируется отменить существующую госпошлину за регистрацию залога в размере 0,1% от суммы кредита. В свою очередь, плата за услуги нотариуса будет снижена с 60-70 евро до 30-40. В министерстве также считают, что поставщики услуг ипотечного кредитования смогут рекламировать свои услуги и активнее конкурировать друг с другом. В условиях высокой инфляции, рискового дорожания жизни, за которыми не поспевает зарплат жители Латвии, все чаще оформляют ипотечные кредиты на максимально долгие сроки. Так, в 2023 году на срок от 25 до 30 лет была оформлена почти половина, то есть 46% всех выданных кредитов. Согласно обобщенной информации, займы сроком до 10 лет становятся все менее популярными. Впервые в ДАУ выпался в Олимпийском центре пройдет турнир по художественной гимнастике. среди юниоров в возрасте от 13 до 15 лет и взрослых спортсменов от 16 лет и старше. Участие в состязании примут 148 спортсменов со всей Латвии. О своем участии в турнире также заявила чемпионка Латвии 2023 года лейпочанка Никола Васильева, а также Алиса Лебедева, лучшая среди гимнастов-юниоров. Турнир будет проходить в Дагуфилсе в течение двух дней с 24 по 25 февраля. Приходите и поддержите наших спортсменов. Вход на турнир бесплатный. Мошенники не дремлет и придумывают все новые виды преступления, о чем сегодня и предупреждает государственная полиция. На сей раз преступники предлагают своим потенциальным жертвам возможность заработать, просматривая фильмы. Чтобы начать эту работу, жители просят заплатить депозит. В результате, за очень короткий промежуток времени, мошенники уже выманили у людей более 20 тысяч евро. По фактам данного преступления, полиция начала расследование. Предполагаемые мошенники переписываются с потенциальными клиентами через мессенджеры WhatsApp и Telegram. А во время переписки требуют от клиентов внести депозит на один из четырех счетов. Учитывая высокую активность мошенников, госполиция призывает жителей быть более внимательными и объективно оценивать любую полученную ими информацию и никому не раскрывать данные банковских счетов и тем более не перечислять на неизвестные счета свои средства. В случае, если человек все-таки попался на крючок мошеннику, то сначала следует сообщить об этом в свой банк, а затем обратиться с заявлением в ближайший участок полиции. Итак, вернулись в студию и продолжаем, как я уже сказала, разговор о том, что сегодня происходит в системе образования. Но начнем нашу программу с бюджетов. Как известно, в настоящее время в самоуправлениях, в том числе и Латгали, практически работа над составлением бюджетов на текущий год завершилась. И, как известно, депутаты Аурдагузского края уже приступили к рассмотрению этого главного финансового документа. Алексей, если мы посмотрим на бюджет Аурдагузского края на 2024 год в рамках системы образования, потому что говорим сегодня тоже об этом, во многих самоуправлениях речь идет о том, что не хватает финансирования на образование. Что на данный момент происходит в Аурдагузском крае? Ну, если мы возьмем наше самоуправление, конечно, бюджет составляется не без трудностей. На прошлой неделе мы рассмотрели бюджет на финансовом комитете и приняли его. Завтра, в четверг, мы планируем рассмотреть бюджет на заседании уже думы, Аурдагузской краевой думы. Если мы говорим об образовании, да, в принципе, это касается и всех остальных сфер, да. Конечно, можно сказать, что присутствует некий дефицит, да, потому что если мы говорим о том, что отрасль образования это приоритетная отрасль в нашем государстве, то, к сожалению, можно прямо и четко сказать, что она недософинансируется. И здесь мы говорим не только про те трудности, которые связаны с финансовой моделью новой, которую предлагает министерство, не только про зарплаты педагогов, но и такие банальные вещи, как инфраструктура и транспорт. Потому что на данный момент это, наверное, даже более актуальные проблемы для самоуправления, чем все остальное. Ну, это мы говорим о сельских школах, да, если говорим о транспорте. Да, Ауждаугавский край – это и есть, в принципе, сельская территория, за исключением двух городов, Илуксто и Суббота. Вот. Но по-любому для того, чтобы детям обеспечивать нормальные условия образования, нам нужен транспорт, чтобы их привозить в школу. Из-за отсутствия общественного транспорта, который в последнее время очень серьезно сократился. Смотрите, ну, если зарплатами учителей, ну, более или менее вопрос решен, ну, по крайней мере, на краткосрочный период, да, то буквально где-то еще в сентябре прошлого года и летом возник вопрос о том, ну, министерство образования заявило о том, что «А вот мы вам придумали тут новые критерии, если мы говорим о численности учеников в классе, и если вы, ну, не выполняет школу этих критериев, ну, решайте сами, у вас два варианта. Либо школу вы закрываете сами, самоуправление вашими руками, да, либо вы их датируете. Ну, не датируете, либо вы платите, да, за эти школы, за их существование. Алексей, вот на ваш взгляд, насколько, ну, вот такой подход, по большому счету, что это шантаж в какой-то степени, да, ну, приемлем для нашего времени. Или если мы говорим о том, что мы живем в 21 веке, да, и мы говорим, ну, о прогрессе каком-то, ну, получается, что мы возвращаемся в какой-то средневековый. Я точно могу сказать, что это недальновидная политика со стороны министерства, ну, поддерживать коммуникацию именно в таком виде. То есть, как только, ну, государство в лице министерства образования сталкивается с проблемами, они стараются эти проблемы переложить на плечи самоуправления. И, опять же, вот если мы говорим, вы упомянули про критерии, да, мы очень много про них слышали, но, к сожалению, ни в одном нормативном акте эти критерии на данный момент не прописаны. Мы знаем, что, да, есть, будут поправки в законодательстве, которые касаются закона об образовании. Скорее всего, нужно будет изменить определенные правила кабинета министров. Но сейчас это все очень виртуально, причем те идеи, которые выдвигают министерства, оно радикально меняется в течение суток, и уследить за этими переменами очень сложно. Поэтому мы, как самоуправление, конечно, ждем конкретные какие-то решения, конкретные предложения, как нам поступать, и только после того, как эти предложения и решения будут изложены в понятной, я хочу заметить, в понятной для самоуправления форме, мы готовы предпринимать какие-то движения. На данный момент наша политика уже на протяжении десятков лет остается неизменной. Мы стараемся сохранить все учебные заведения на территории нашего края. Но, конечно, мы понимаем, если будут выдвинуты такие критерии, которые мы не сможем реализовать, то мы обязательно-обязательно будем искать выходы из этих ситуаций. Но для того, чтобы найти эти выходы, еще раз говорю, нам должны быть понятны правила игры, по которым играет министерство. Ну, смотрите, если предложим, одна из школ или две, пять, может быть, не выполняет критерий по каким-то определенным параллелям, получается, что школа должна либо потерять свой статус, перейти, например, из среднего в основную, из основного в начальную, либо вообще закрыться, либо самоуправление берет на себя функцию платить за эту школу, по большому счету, только для того, чтобы у детей была бы возможность ближе к дому посетить школу. Но самоуправление вообще, вот в нашей ситуации, в сложной, когда эти бюджеты еле дебет с кредитом могут свести, вообще они могут взять на себя вот эту функцию финансирования школы? Вот ваше самоуправление может? Но не секрет, что именно позиция образования в каждом самоуправлении, наверное, занимает львиную часть, и это одна из самых больших позиций по финансированию. И самоуправление Ауждаугавского края мы уже на данный момент софинансируем школу. Это дотация, Алексей, но я говорю, если взять штуку... Нет, я говорю именно о том, что мы доплачиваем еще к тому, что недополучаем от министерства, в связи с тем, что да, количество учеников нашей школы, оно небольшое. Это касается, в первую очередь, конечно, дошкольных учебных заведений, где только оплачивают заработную плату педагогов в самоуправлении. Но это касается и школ всеобщего образования, то есть в первую очередь основных школ, где некоторым школам самоуправление софинансирует определенные ставки. В первую очередь это касается, конечно, персонала поддержки, это логопеды, специальные педагоги, и все остальные, это заработные платы директорам, если они недостаточны, и заучим, заместителям, потому что мы все понимаем, что один человек, он не способен организовать работу учебного заведения. Поэтому уже на данный момент это софинансирование происходит. Готовы ли мы на большие какие-то затраты? Еще раз говорю, все зависит от тех критериев, которые предложит министерство. И мы очень скрупулезно смотрим все эти моменты. На данный момент мы понимаем, что закрывать какие-то школы, что-то менять нет смысла, потому что мы как самоуправление поднесем только финансовые потери. А финансовые потери, они будут заключаться не только в том, что... Ну как, мы когда говорим о школе, что подразумеваем, что вот этот весь процесс, он замкнут на каком-то определенном здании. Но еще раз, подвоз детей, львиные, очень существенные суммы уходят на транспорт. И если мы, например, закрываем где-то среднюю школу, значит, нам нужно будет обеспечить детям образование и получение среднего образования в каком-то другом. Сколько нам это по деньгам получится? На данный момент, еще раз говорю, мы усматриваем только убытки в этом. Вот. Но если когда определятся вот эти решения и будут критерии, да, мы, конечно, пересмотрим и, может быть, примем другое решение. Но вам понятна сегодня политика Министерства образования, ну, которая, ну, по мнению большинства, наверное, видит систему эту так, что типа одна школа на весь какой-то сельский край, ну, и еще лучше пускай будет только школа в городе. Да, мне понятно только одно, что, к сожалению, дети тех экспертов, специалистов, чиновников, которые принимают эти решения, они не учатся в этих школах точно, да, потому что если бы их дети посещали бы наши школы, они бы понимали бы и наши проблемы. Но если они учатся, к сожалению, в Риге, и там все обеспечено и доступно, им никогда не понять наших проблем. Ну что же, продолжим наш разговор буквально через несколько секунд. Ну что же, продолжаем наш разговор. Напомню, говорим сегодня об образовании и о планах Министерства образования, подкорректировать, скажем так, сеть школ в нашей стране. Алексей, ну, тема действительно сложная. Комментарии в адрес Министерства образования и его министра Анды Чакшина летят крайне жесткие. Причем уже, ну, не только родители высказываются, да, высказываются уже люди, которые, ну, имеют какой-то вес в обществе, в частности, профессор, политолог Илга Крейтеса, она же в прошлом спикер Сейма, то есть человек, который прекрасно понимает, как происходит на все, что и как происходит в нашей латвийской политике, высказалась очень жестко, опять-таки, по поводу очередной реформы образования, которая в итоге, по ее словам, выльется. В следующие, ну, скажем так, последствия такие будут. В сельской местности два главных объекта. Это почта и школа, говорит госпожа Крейтеса. И если их закрыть, тогда и села не будет. Илга Крейтеса, назвав попытку Министерства образования снова реформировать вообще вот эту всю сеть, она назвала это так, что эксперимент над живыми людьми. По большому счету речь идет о детях, о учителях, о родителях, ну и в целом, кто проживает, скажем так, по большому счету, на территории той или иной деревни. И по ее словам, вообще реформа компетентностного образования, здесь мы уже говорим о средней школе, да, начатое несколько лет назад снизило уровень вообще самого образования Латвии. И по большому счету она говорит о том, что, ну, мы наблюдаем деградацию, да. Но я скажу даже больше, мы наблюдаем, как сегодня, по большому счету, деревни умирают, и по большому счету у нас всех ожидают похороны, да, вот этих наших деревень. И одна из последних информаций, Красовский Новоц вынужден закрыть 4 школы, в новом учебном году, три из них находятся, по большому счету, на приграничной территории. По большому счету, через 5, наверное, 10 лет это будет пустая земля. Вы согласны с этим? Да, к сожалению, как человек, который почти 10 лет отработал в Министерстве образования, мне очень печально наблюдать за тем, что происходит в системе образования. Я полностью поддерживаю слова профессора, профессора Илгия Крейтуса, но здесь хочу добавить, что это не единственная реформа, которую мы сейчас переживаем, да, и только за последние 20 лет их было цать как минимум, да, различных, различных. И, к сожалению, никто из тех людей, которые вот эти реформы заявляют и продвигают, он не может ответить на вопрос, какой все-таки конкретный, ощутимый результат мы собираемся получить. Все говорят о каком-то мифическом качестве образования, да. Но, опять же, вернусь к тому, что я определенное время отработал в Министерстве и присутствуя на различных мероприятиях в европейском масштабе. Я всегда гордился за образование в Латвии, потому что оно всегда было на очень высоком уровне, да. К сожалению, в нынешнее время я не могу так сказать, да, потому что это действительно больше напоминает на какую-то деградацию, причем мы это делаем сознательно. И своими руками. Такое чувство, что даже специально, да, потому что мы не хотим вникнуться в какие-то, ну, концептуальные, базовые моменты, что мы делаем, что мы творим, да. Я всегда задаюсь вопросом, неужели та семья, а может быть, это действительно хорошая семья, благополучно, там, может быть, специалисты, родители, и виновата в том, что они живут на определенной территории в нашем государстве, и рядом нету школы, да. И мы по большому счету такими мерами вынуждаем эти семьи уезжать с этих территорий, тем самым образовывается вакуум, причем вакуум не в только то, что определенные люди. Если это были специалисты, мы теряем след и медицину, и логистику, и все остальные отрасли, да, где сельское хозяйство то же самое, где они могли бы принести пользу и какую-то добавочную стоимость нашему себе государству. Поэтому здесь, конечно, только можно со слезами на глазах и с грустью в сердце об этом говорить. Особенно это понимают все родители, как и я, у которых дети именно сейчас учатся в школе, потому что я не понимаю эту систему, да, как родитель, я ее не понимаю, что мы делаем, для чего это делать, и до сих пор мы не получили ответа. А ответы очень простые. Как можно обеспечить качественное образование без учебников, да, в конце концов, когда появятся учителя в школах, которых не хватает, да, и все остальное – это прямая, прямая функция министерства. Министерство молчит. Ну, вы сказали, что у вас складывается такое впечатление, что прям как специально, да? Да. Для чего? Есть ответ у родителей? Здесь… Или фантазировать можно долго? Здесь, конечно, можно очень долго спекулировать и философствовать на этой теме, да, но, как мне кажется, еще раз говорю, когда это не касается определенных людей, которые бы понимают… Ну, мне трудно представить себя на месте чиновников, чтобы принимать такие решения. Когда ты сам отработал в этой местности, ты знаешь этих живых людей и так далее. Алексей, послушайте, вот если бы у вас была возможность сегодня вот, ну, так уже вот настроенным на, скажем так, на позитив в сфере образования, ну, прекрасно понимаешь, что там происходит, задать вопрос Чакше, Ренкевичу, Силане, вот что бы… ну, касаемо образования, что бы вы спросили? По большому счету, у меня их нечего у них спрашивать, но я считаю, что должны собраться действительно профессионалы в отрасли, а их достаточно в Латвии, их в достаточном коллекте, и, наконец-то, прислушаться к их мнению, что они предлагают и как они видят. То есть не должны министерство образования руководить врачи? Я не хочу сказать, потому что все-таки это больше должность такого менеджера, управлять министерство образования, да, но принимать глобальные решения, которые будут иметь последствия на десятилетия, на многие, на долгую перспективу, все-таки в принятии этих решений должны в первую очередь участвовать специалисты, эксперты. Смотрите, учителя математики, Рижане, они одними из первых забили тревогу, заявив открыто о том, что реформа школа 2030 – это просто кошмар, и по мнению этих учителей, она абсолютно не подходит для адресских школьников. Как вы уже сказали, нет учителей, то есть дефицит, да, нет учебников, и вот они отмечают, что и не всем поголовно, если мы берем программу, нужна математика, но высшего уровня, потому что не все собираются быть математиками. И вот они говорят о том, что, может быть, кто-то и стесняется сказать, что по большому счету сейчас речь идет о том, что школа деградирует, и мы выпускаем посредственности. Ну да, если где-то, может быть, в частной гимназии какой-то, вот это все делается для того, чтобы их было бы больше, но тогда вопрос другой, кто сможет позволить отдать ребенка в частную гимназию, и что тогда будет с обычными школами. Опять-таки мы говорим, знаете, как есть больница более высшего уровня, а есть больница, которая, ну так, шаманы работают. Ну, действительно, если мы говорим о том, что многие родителям смогут себя позволить в частную школу, я недавно побывал, где-то недели три назад, в британской школе, которая находится в Пинке, это Мармский край. Обучение в этой школе стоит от 16 до 23 тысяч евро в год. Да, это без плат на, ну такие, которые повседневные какие-то нужные ребят. Что касается непосредственно этой школы 20-30, еще до ее введения, я напрямую задавал министру образования действующему вопрос, а чем плоха предыдущая система, от которой мы ушли, по большому счету, и какие плюсы у новой. Уже тогда никто не мог ответить, но сейчас мы уже пожинаем последствия. К сожалению, здесь только можно развести руками, потому что 3-4 года мы уже потеряли. Конечно, я понимаю, что математики, но есть и другая часть учителей, которые отстаивают позиции, они считают, что все хорошо. Конечно, судя по фамилиям, это те же самые учителя, которые и разрабатывали эту модель, и они еще стараются сейчас задержать. Но если мы посмотрим чисто объективно, и каждая семья, каждый родитель может своим ребенком эту тему обговорить и посмотреть, убедиться в этом, в моих словах, да, к сожалению, произошло ухудшение, ухудшение качества, образование. Мы можем, конечно, сослаться на то, что мы пережили COVID, все остальные невзгоды, которые выпали на долю нашего населения. Но все-таки те механизмы, которые заложены в подходе школы 20-30, они не подходят нашей школе. И об этом мы очень много уже говорили. Не подходит. Надо что-то менять. И косвенно, косвенно, я думаю, что с этим согласно и Министерству образования, недаром снизились проходной балл, точнее, балл экзаменов с 15 до 10%. Значит, и Министерство образования что-то понимает, что что-то пошло не так. Нет, но они понимают, что если 15%, то в этом году экзамены сдаст только половину. Вопрос, почему сдаст только половина, может быть, виноват тот подход, который мы начали реализовывать. Потому что в первый раз будут как раз, по-моему, сдавать те ребята, которые полностью обучались по этой программе, по этой системе. И здесь очень много, опять же, вопросов. Но все свидетельствует о том, что ничего хорошего в системе образования нет. Но здесь самый главный вопрос, какова цель у Министерства образования внедряя такие реформы? Об этом поговорим чуть позже, буквально через несколько секунд. Итак, мы вернулись в студию. Буквально несколько минут назад закончили разговор о том, какова цель вот этих всех реформ. У вас есть, Алексей, ответ на этот вопрос? Какова цель? Либо, вот простые люди говорят так, ну, хотят больше воспитать посредственность, чтобы она обслуживала бы какое-то 10-15% населения страны в будущем? Ну, по большому счету, мы говорим об элите. Если мы возьмем те документы, которые предлагает нам Министерство, ну, там заявленные цели – это качество образования, доступность, современность. Ну, такие высокопарные слова, в принципе, я с ними согласен. Но по факту происходит нечто другое. И, кстати, это не ново для нашего государства, потому что действительно документы мы можем писать очень красиво. И те цели, которые и задачи заложены, они будут звучать достойно и не хуже, чем в других странах. Но реализация этих моментов, конечно, оставляет желать лучшего. И в первую очередь это касается финансирования. Потому что если финансирование недостаточно, да, мы можем точно с уверенностью сказать, что раз нам приходится закрывать школы, закрывать университеты, объединять, есть недофинансирование спорта как отрасли, да, значит, ну, финансирования не хватает. И приоритетной эту отрасль назвать очень трудно. Вопрос не хватает почему? Вроде бы на все остальное денег хватает. Ну, премьер-министр говорил, что у нас так много денег, как никогда. Единственное, что, ну, может быть, их кто-то видел, где можно взять и на образование. Ну, и арболтика можно забрать, да. Все равно убыточная компания постоянно ходит с протянутой рукой, но при этом зарплата у них очень хорошая. К сожалению. Но это без комментариев, это уже потому что вопрос именно к правительству. Алексей, вы знаете, вы уже начали разговор о частной школе, да? Вопрос, кто их содержит? Это что за инвесторы? Ну, модели финансирования частных школ, они очень разные. Я точно скажу, не тот человек, который является экспертом в этой отрасли, но, например, в тех школах, где мне удалось побывать, да, ну, по большому счету, они содержатся за счет взносов, ну, платы родителей, да. И эта плата за обучение детей, она очень существенная, она измеряется в десятках тысяч, да. Поэтому школы, конечно, могут себе позволить существовать. Вы уже вспомнили о британской школе, да, которая действует на территории Марпы. А в Латвии, оказывается, есть родители, которые могут заплатить за ребенка 16-20 тысяч в год? Ну, если честно, я был удивлен, и как много их, потому что в этой школе обучается почти полтысячи ребят. Это дети, которые, ну, вот живут среди нас, ходят в те же самые магазины, по тем же самым улицам, да, но они обучаются совершенно по-другому. По-другому, что вы имеете в виду, программу, они как-то, ну, они сравнивают как-то с министерством образования? Ну, опять же, в тех школах, где я был, там приняты те программы, которые действуют, ну, в оригинальных странах. Если это британская школа, то в этой школе работает британская система. Даже сама структура и процесс, как проходит обучение, он полностью копирует британскую систему. То есть министерство образования Латвии не вмешивается в этот процесс, да? Да, сколько я знаю, вмешивается до тех пор, что у ребят есть возможность сдавать экзамены по окончанию 9-12 класса, если у них есть такое желание, да. Но эти школы, они готовят ребят конкретных для поступления в английские, в британские учебные заведения. А это правда, что в таких школах не идет преподавание не на государственном языке? Образование в британской школе проходит только на английском языке, причем латышский язык есть, но это совсем небольшая часть в учебном процессе. Один-два урока в неделю ради познавательной роли. Конечно, здесь нужно для справедливости отметить, что в этой школе обучаются дети дипломатов, дети военных, которые представлены в Латвии, другие люди, которые по факту являются иностранцами. Но там есть и граждане Латвии, и я вам скажу, что очень много русскоязычных фамилий видел в списке детей, поэтому это доступно и для латвийцев. Да, но по-большому такие школы, это все равно подготовка для того, чтобы эти дети уехали бы спустя лет 10-12, правильно? Ну, если мы говорим о том, что в Латвии государственный язык латышский, и без него невозможно будет найти работу, то я думаю, что для тех ребят, у которых нет латышского как урока, и они общаются только на английском, в будущем могут возникнуть вопросы в нашем государстве с трудоустройством. Возвращаемся к нашим школам. Опять-таки, последние данные, порядка 2000 детей не посещают наши школы, неизвестно, где они находятся. Как вы считаете, если, например, в Латвии начнется массовый процесс ликвидации сельских школ, потому что они входят в эту зону риска, вот эта цифра вырастет или нет? И вообще, почему мы не знаем, где эти 2000 детей находятся? На данный момент здесь нужно сказать так, что 2000 детей – это одна из цифр, потому что, например, мы можем апеллировать с другой цифрой, где существенная доля ребят, которые плохо сдали экзамен, точнее, не сдали в девятом классе, они тоже не числятся нигде. То есть, куда они пропали – очень тоже большой вопрос. Если мы говорим о тех ребятах, которые не посещают школу, то и КВД, они проводят анализ каждый год. Конечно, многие из этих ребят находятся за границей, и просто родители, они не информируют ни государство, ни учебное заведение о том, что их дети находятся за границей и обучаются за границей. Но если мы говорим об этой цифре, то это очень значимое, это существенное. Если в рамках Даугапилса, это, по большому счету, две полноценные школы отсутствуют. Это очень большое количество детей. Поэтому, надеюсь, служба качества образования и министерство, они смогут понять, где эти дети находятся. Но вообще, сегодня дети в Латвии, вот есть дети, которые не посещают школу? Действительно, родителям на которых все равно? Да. Школа до них не добирается? Да, и эта проблема становится все более острой. И здесь, конечно, подключаются и сиротские суды, и социальные службы. И, кстати, пользуясь возможностью, я хочу поблагодарить. Спасибо. Потому что, действительно, это работает, и я вижу, как происходит взаимодействие. Но если молодой человек, которому 14, 15, 16 лет, он не хочет идти в школу, ну, очень трудно что-нибудь придумать, чтобы его заставить пойти, особенно если это не делалось, воспитание не происходило в семье, и были какие-то упущенные моменты. Да, такие дети есть, и это, действительно, существенная проблема, серьезная. Их число возрастет с закрытием школы или нет? Вот, например, ну, нет рядом деревни школы. Да, я думаю, подразумеваю, что да, потому что у этих ребят появится лишний повод не поехать, потому что либо школа будет намного дальше находиться, либо транспорт не будет позволять, либо погодные условия, которые, опять же, тоже могут повлиять на перемещение их детей. Будет лишний повод не пойти в школу. И в завершении нашей программы еще один последний вопрос, но очень кратко. Да, мы все знаем, что в некоторых школах учителей не хватает. Более того, в некоторых школах не преподают историю, в некоторых школах не преподают физику, где-то тоже математики нет, да, причина – нет учителей. Как вам кажется, почему учитель не идет в школу сегодня? Это проблема очень актуальна, и по большому счету я могу открыто сказать, что это катастрофа, что у нас происходит. Я с очень большим опасением смотрю на 1 сентября, потому что даже по Биккеринской основной школе я понимаю тех учителей, которые не собираются продолжать работать в школе, и причин очень много. Несмотря, кстати, говоря о том, что в обществе инвестируется вопрос, что заработная плата учителей большая, но если мы возьмем статистику и сравним их с другими отраслями, то это, по-моему, только в третьем десятке средняя зарплата учительская будет находиться. Вот. Те проблемы моббинга, буллинга, стресс, которые подточены, бюрократия, которая происходит в школе, да, она заставляет уходить из школы опытных педагогов, а молодые, как только сталкиваются с первыми трудностями, они не выдерживают и в течение 2-3 месяцев тоже покидают школу. И этому очень много примеров, как в нашем городе, так и во Уждагавском крае. И вариантов решения проблемы пока не существует, я так понимаю. Например, я как директор школы эту проблему решить не могу. Ну что ж, а это значит, что мы обязательно встретимся с Алексеем еще раз и опять-таки будем говорить об образовании. Ну а на данный момент всем до свидания, хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова